Рубрика «Ни о чём» называется «Мои любимые французы». Peugeot 5008. Peugeot. Ну, как бы, Peugeot есть Peugeot, да? Le français. Так. А ну, поклассай. Зажимай его. Опа, зажался. Так, а теперь отпусти его. Опа, отпустился. Вот наркоманы. То есть, у тебя есть один трос, который идёт на один суппорт, второй трос. А управляющий трос, то есть, они как бы сделали, вот он соединяется тут. И он типа как оплёт. То есть, он зажимает один, а оплётка зацепляется за только как бы балансировка. Ну, в принципе, всё нормально, если бы вот эта херня, например, пластик. Ну, вроде не поломался. Вот здесь он как бы елозит в свободном полёте. И он, видите, уже здесь. Ага. Ржав, ну, ещё раз зажми его. Как это всё работает. Вот я хочу вот этот момент посмотреть. О-о-о-о-о. Ага. Ага. Ну, то есть, он здесь. Ну, короче. То есть, как обычно, наркомания. Отпускай. Ну, и тут-то моторчик там находится аж под передним подкрылком. Ага. Всё, длинный, длинный, длинный. Длинный. Аж. Есть. А, он, по-моему, тут под сидушкой. Сюда. Вроде аж под сидушкой должен быть. Ну, короче, аж там. То есть, он в салоне находится. Всё. Ну, короче, наркомания. Наркомания, как всегда. Вот. Ну, глушман в состоянии вполне адекватном. Бак здесь пластиковый, понятное дело. Вот этой штуки тут нету, которая, ну, защита какая-то термоштука. Ну, глушман уже, конечно, такой себе. Глушман нормально. Вот единственное, что нормально держится на нормальных подушках. Немножко они как-то косо-криво. О, там уже что-то делали с ним. Ну, короче, в принципе, всё адекватно. Всё, 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 как мы любим. А вот гвоздь программы. Это днище, если что. Это вот мы подняли же машину. Радиатор. Серьёзно, Карл, радиатор? Это топливный радиатор, дизельный. То есть, типа, он соляру охлаждает. То есть, вот он, где он тут, идут трубки. Ну, то есть, одна трубка валит на радиатор. Другая с радиатора идёт всё. То есть, это супер охлаждение соляры. Серьёзно, то есть, всё говнище. Что угодно сюда будет лететь. Супер охлаждение. Особенно, если где-то поездить их задеть. Вот здесь вот. Ты где-то с бровки съезжал и порвал топливную магистраль. Действительно. Ну, не, я понимаю, что в Сан-Тропе люди там ездят. Что, о-о-о, смотри, 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 смотри. Уже, 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 уже тут что-то, какая-то трава. Ну, то есть, явно же она там не выросла. То есть, это задели. Короче, офигенная идея. Просто супер идея поставить топливный охладитель, то бишь, радиатор под низ. Да, ну, а, кстати, этот пыжотик у нас по причине проблем с электрооборудованием. Как вы уже заметили, здесь разобрано частично это самое. Значит, на торпеде горит гирлянда всяких лампочек, потому что не работает датчик АБС. Вот этот вот правый, задний, так. И перегорели лампочки. Там всякие стопики и все остальное. Для того, чтобы поменять эти вшивые лампочки, вот эта вот хрень, то есть, здесь, где он тут. Короче, на повторителе там, а, подсветка номера. Ну, короче, для того, чтобы это сделать, нужно разобрать вот это вот все. То есть, все вот это вот снять, вот это вот порасколупывать, вот это вот все поразбирать. Ну, короче, все, все, как мы любим. Французские, нормальные французские технологии. Прикольно, здесь есть еще штатный фонарик, который должен работать. Ну, я так понимаю, может, аккумулятор там, батарейка, то есть, вот, типа, щелк где-то поставить, повесить фонарик. Но он, ну, он, он, типа, подзарядка должна быть, но он не работает здесь пока что. Так как это Франция, а, Франция, что это должно быть? Правильно, это должна быть коптящая евробляха. Это дизельная, ну, вообще, как бы, по состоянию, ты смотришь, то есть, двигатель вроде бы не обоссан маслом. Потому что, видимо, его помыли. Вот здесь вот некоторые моменты указывают. Хотя, 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 о, тут Citroën, Peugeot, ремень, все работает он, в принципе, адекватно, ничего не скажу. Ну, и выглядит, то есть, ты сюда так раз, там нету каких-то колхозов, чего-то обломанного. Ну, то есть, вид у него вполне, вполне адекватный. Охлаждайка есть. А, кстати, мне понравился бачок. Бачок, который на путик. Для тормозухи, то есть, он, он, с него шланг пошел туда вниз. А это просто такой бачок, летающая коробочка. Простенькая и со вкусом. Вот он здесь внутри. И обратите, пожалуйста, внимание на состояние тачки. Состояние тачки вполне норм, если там не учитывать трещину на стекле. То есть, вполне, ну, там пыль он припал. Ну, как бы, ничего сильно не замызганно. Ну, вот здесь вот, правда, немножко затерт. Это же ручка. Это ручка удобный. Этот бардачок. Тут всякие подстаканнички. Руль. Ну, то есть, он есть там, как бы, на нем потертости. Ну, каких-то таких затертостей прям обалдезных нету. Так, ну, теперь мы включаем зажигалово. Что он нам показывает? Он нам показывает 316 тысяч пробега. Нормально. Ну, вот они тут ошибки. Тут всякие он выдает, все остальное. 316 тысяч пробега, Карл. Там еще некий мониторчик поднимается. Я сначала думал, что это какая-то коробочка. Типа, что это такое? Это Парктроник. Он тоже здесь с ним проблемы. Он не работает, но не работает он по причинам того, что там что-то с этими датчиками. Ну, что-то он их там не видит. А с этим еще, как бы, это в процессе. Вот он. Оп, все, спрятался. Ну, и как бы, посмотрев на его состояние, ну, то есть, ты смотришь, то есть, вполне себе панорамная веселая крыша, которая такая... Ну, не спорю, панорамная крыша, это выглядит довольно весело и прикольно. Ну, вот если вот так вот смотреть, то есть, такое обманчивое ощущение, что ты в кабриолете, но не в кабриолете. Ну, плюс, стекло немножко тонированное, чтобы солнце лысину не напекало. Ну, по состоянию, то есть, вот, как бы, вполне адекватно. Если бы это был бы автомат, а не ручка, вот с этой стороны затертым бы не было. Ну, а так ты, естественно, что делаешь? То есть, ты, а? Вот это вот там, а? А, а? Там, и пошел, и пошел, и пошел дальше. Тут есть шестая передача. Да, есть тут и шестая передача тоже. Ну, вот это вот я называю впечатлялка для людей, там, девочек, мальчиков. А, смотри, ну, типа, вот ничего, да? Ты начинаешь его заводить, то есть, ты включаешь. Опа! Опа! Раз, ты его завел, и тут такая штука выезжает, то есть, джик, прицел. Короче, тебе скорость показывает, то есть, чтобы ты не на спидах сюда смотрел, вот, чтобы ты не отвлекался, а прямо туда, то есть, тебе скорость, то есть, проекция. Ну, понимаешь, то есть, это такое, вот он, Киев, он даже GPS-ы тут ловит. Смотри, смотри, и даже правильно показывает, где мы находимся. Ну, короче, вот оно, да? Ладно. Глушим. Глушим. Все спряталось. Ну, в общем, масса электроники, чисто вот, вот, вот понты, понты, понты. ПЕЖО 5008 с неисправностью системы АБС. Ошибка на задний правый датчик. Я уже подкидал новый датчик, ошибка все равно высыть, поэтому поехали сложнейшим способом. Достаем кабель-трекер, включаем режим тон, вот, поочередно подкидаемся на все проводочки. Вот, давайте начнем с сиренького, так и более дофиолетового. Включаем тон, я уже долез до блока АБС, снял его разъем, включаем трекер. Вот. Переключаемся на беленький, переключаемся на беленький, дивимся, а тут у нас глухо. Так, как я и думал, обрыв цепи датчика АБС, и что я тут нашел? И все, обрыв в этом участке, вот тут где-то. Но все равно развести судьбу не получится, надо либо откручивать подрамник, чтобы засунуть этот разъемчик, либо снимать сидушки и распиновывать разъем, чтобы достать провода наверх. Итак, вот такие действия пришлось сделать, чтобы долезти до проводки датчика АБС. Снимаю полностью чашку с амортизатором, пыльничок, він цельный. Чтобы снять амортизатор, надо снять полностью цельный пыльничок, французы-красавцы, снять ружейну. Распаковать, вот загнуть чуть-чуть защиту глушителя, распаковать, а так все, долезти вот сюда, чтобы побачить тут вот такие движения. Просто зеленочка. Все, устанавливаем, паяем. Ну вот оно, все заменено, все, ничего здесь больше не горит, никаких датчиков, всего подобного, все, все работает. Кстати, удобно, что ручка тут сверху. Вот не думал, что я похвалю прям Citroen, но реально прикольно. То есть, поехали сейчас, одной рукой, это такой себе вариант снимать. Вот, тачка, в принципе, то есть, дизель, ну, как бы, да, современный дизель, он довольно резвый. Ну, понятно, что это там не гоночка какая-то, но он вполне прикольно разгоняется. Ну, то есть, тормозим на лежаках, довольно мягко их проходит. Вот, на самом деле. Мягко, хорошо. То есть, в принципе, я бы даже, может быть, себе такое купил. Ну, за меня и мои деньги, конечно, не за фулл прайс. Ну, вот. В принципе, я бы, может быть, даже бы купил. Хотя это так, ну, это чисто философия в никуда. Кстати, у нас противотуманки, то, что здесь лампочки не работали. Короче, белых лампочек не было. Ну, и владелец такой, типа, да, я забил, короче, я желтый. Они такие же, поставьте мне желтый. Ну, надо было одну поменять, ну, а желтые, типа, две. И вообще, получается довольно прикольно, на самом деле. С желтыми, с желтыми лампами. На справедине, вот так противотуманка моя и выглядит. Желтый колер в туман выднул. Винриже. Ну, что, на этом у нас все. Можете помахать ручкой. Производство дров. Обычно вон они стоят в этих ящиках. Мы едем дальше. Производство краски. Мы идем здесь левее по дороге. И вот мы приезжаем. Вот он, автосервис. Теория ДВС.